Виталий Приветствую вас, друзья! С вами Виталий. Продолжим наши видеоролики записывать небольшие по поводу адаптации к среде обитания в американском менталитете. Сегодня мы продолжим с вами говорить о... О чем мы с вами продолжим говорить? Я уже забыл. Проходит неделя и забываешь, и тем более мотивация теряется. Просмотров нету, комментарии вы не пишете, лайки не ставите. Я такой думаю, может быть вообще на это дело бросить все. Но вот все равно вернулся сегодня в эфир опять, записать видеоролик для вас и поговорить по теме конструкторского мышления. То есть к чему мы стремимся. А мы с вами стремимся вот к такому простому действию. Помните этот листочек в детстве? Снимали с таким творчеством. Вот такие делали, такие вещи. Вот такие вещи делали. Помните такие вещи? Получается какой-то самолетик, да? Помните? Вот видите, вот это конструкторское мышление, которое очень легко будет работать у нас, если мы будем в восприятии, у нас будет одномерное или двухмерное. То есть, соответственно, мы взяли вот эту одномерную плоскость, взяли, да, листочек конструкторский и собрали из него конструктор, этот интересный самолетик. Куда он полетел самолетик? Из пункта А в пункт Б он не долетит, конечно, да? Он куда-то вот налево, направо, вверх, неизвестно куда полетит, да? Для того, чтобы он полетел из пункта А в пункт Б, нам нужно какое мышление? Инженерное. Соответственно, инженера возьмут этот конструктор и доработают его, сделают там всякие разные приспособления инженерные, инженерные, да? Чтобы он летел по направлению с точки А в точку Б. А затем, чтобы он долетел, долетел, фактически взлетел, да? К этому делу приступят еще механики, да? И механики, механическое мышление создаст именно такой конечный механизм для непосредственно полета двигателя, да? Итак, друзья, мы с вами идем по пути строительства своего адаптера с помощью конструкторского мышления. Мы берем какой-то объект и его собираем. Для того, чтобы нам его собрать, нам необходимо какой-то материал. Вот этот материал, мы с вами говорили, это нам необходимы какие-то вещи и какие-то предметы. И к этим вещам и предметам мы подходим очень легко и просто. Они не должны быть ни тяжелые для нашего восприятия, ни сложные, да? То есть, это вот такой простой листик, да? Мы его собрали, какой-то конструктор, и отправили. Поэтому в американской такой образе жизни очень популярны различные конструкторы. Собирать и дарить друг другу какие-то головоломки, конструкторы, да? И люди, взрослые люди, и в любом возрасте, собирают этот конструктор. Очень помогает именно поддерживать конструкторское мышление такое. Handmay мы его назовем, да? Этими словами handmay. То есть, мы идем по пути handmay. Handmay, то есть, мы можем делать что-то руками, да? Можем делать, если на следующий этап переходить, мы можем что-то записывать, да? То есть, текст писать, буквы писать, да? Буквы писать, что-то записать можем. Handmay, да? Рассказ написать. Какое-то там, изложение какое-то, рассказ о своем отдыхе и так далее. То есть, такие, как бы вы скажете, простые, достаточно школьные занятия, да? Непосредственно, да. Мы говорим с вами о таких школьных занятиях, которые нам необходимо пройти эти этапы школьного, американского, скажем так, образования, или образа такого, ихнего, как они создают у себя такое образование. То есть, начальная школа, средняя и старшая школа, да? High school, middle school. И смотрите, что интересного у нас будет в этом занятии. В этом, знаете, хендмей, да? Хендмей. С помощью чего мы делаем хендмей? С помощью рук, да? Но когда в руках у нас будет находиться какой-то инструмент, и мы с вами идем и приобретаем. Мы с вами говорили в первых видеороликах о том, что нам необходимо приобретать какие-то инструменты, да? Так вот инструмент мы приобретаем для хендмей. То есть, все, что вы можете по дому сделать, дома, если вы дома находитесь, то вы думаете, ага, а с помощью какого инструмента я это могу сделать? С помощью какого инструмента я могу сделать самолетик, да? С помощью какого инструмента я могу что-то еще сделать? И идете приобретать инструмент. И, соответственно, у вас такой критерий получается хендмей. То есть, развитие простого конструкторского мышления с помощью хендмей. То есть, сделано своими руками. Сделано с помощью своего мышления, да? Мышление конструкторское. Вы конструируете свой рассказ. Как я отдыхал. помните в школе, как я отдыхал летом, как я был в отпуске и так далее. И вы пишете такое простое, алгоритмичное такое, шаблонное такое сочинение. Сделали штурмками, писали сочинение, что я это сделал. И так далее. Вы переходите в какую плоскость? В физическую плоскость. Вы что-то сделали, об этом рассказали и теперь пойдете что делать? Показать кому-то, рассказать кому-то и продемонстрировать свой предмет, свой рассказ и так далее. То есть мы что говорим с вами о методе формализации? Как мы формализуем неопыт и не знание? Это правильно? Ну какие-то знания. Это все знают, скажите, вы как самолётик сделаете. Какой это опыт? Собрал самолётик и бросил его. Вы скажете, но это тоже не опыт. Это развлечение. Мы формализуем с вами наш хэдмей с помощью демонстрации. Демонстрации с помощью какой демонстрации? Мы можем что-то написать, что-то собрать и что-то даже продать людям. Люди приобретают хэдмей. В Америке очень в этом обществе очень ценится. Не ценится, а приветствуется такой хэдмей. То есть нарисовали картинку, как-то по-своему. Чисточки нарисовали, открытку сделали и продаете эти открытки. Есть много ресурсов в интернете, с помощью которых вы можете также продать свои хэдмей изделия. Открытка поздравительная. Как-то по-особенному нарисовали. С текстом, с каким-то особенным сделали. Сами написали. И продаете открытки поздравительные к Новому году, к Рождеству, к какому-то Дню Матери, празднику. По штатам есть праздник и так далее. То есть вы хэдмей делаете. Не надо стесняться этого увлечения делать в самолете. Это нормально, потому что это развивается ваше конструкторское мышление. То есть из которого вы будете делать свой адаптер, адаптироваться к американскому менталитету. То есть это очень просто, доступно и очень легко. То есть мы же говорили сами, что для нашего разума все должно быть как бы несложно, просто. И для нашей веры все должно быть легко. То есть я верю, что этот самолете полетит. Полетит, он полетел. Я верю, что продам эту открыточку и люди купят ее. И скажут, они тебя обязательно похвалят. Похвалят, скажут, что ты молодец. Позитивно это все делается. Позитивно. И в этом менталитете, то есть люди друг друга поддерживают вот это хэдмей. И всячески приветствуют, поддерживают. И друг друга позитивно к этому относятся. Никто не скажет, что ты неправильно нарисовал, некрасиво нарисовал, какие-то художественные требования и так далее. Нет, этого нет, конечно. Нет, это все нас мотивирует развивать конструкторское мышление. То есть мы можем собрать конструктор из пространства, создать просто пространство. Без всяких сложных культурных книжек или знаний каких-то. Так мы с вами делаем. Что формализуем? Наши способности развиваем. В движении эти дела происходим. И для того, чтобы вы понимали, из чего вы будете питаться. В это питание происходит, в это питание энергетическое. То есть у вас в американской ментальности отсутствует коллективизм. Понимаете? Нет коллективного сознания, нет коллективного мышления. Нет коллектива, где вы можете эмоциональную поддержку найти, передать друг другу опыт, рассылать друг другу какие-то знания. Собрались вокруг все. И о, как у вас машина. Мы сейчас ее отремонтируем всем коллективом. И так далее. Нет, этого нет. То есть есть командная, командная работа. Даже тоже семейные отношения. Жизнь тоже построена на команде. На таком отношении. То есть нет эмоциональной эмпатии, нет поддержки эмоциональной. Эмоции – это энергия. То есть эмоциональное состояние – это энергия. И нам эта энергия необходима для сбора этого конструктора. То есть мы своими руками потихонечку собираем этот конструктор. И соответственно учимся создавать это состояние эмоциональное. Эмоциональное состояние создавать, из которого потом мы будем производить что? Энергию, конечно. И далее будет у нас такая сила, есть такое понятие силы в американском менталитете, уверенности и силы. Американцы очень такие самоуверенные, очень громко разговаривают постоянно, может быть случайно такое, что американцы самоуверенные, самовлюблённые, эгоисты, индивидуалисты и так далее. Много таких негативных эпитетов со стороны европейских жителей и других стран, которые говорят, это нехорошо, как они себя ведут, оценивается поведение людей или поступки их, которые не соответствуют каким-то морально-нравственно-культурным традиционным критериям. Мы с вами в эту тему не идём, в культуру традицию, мы идём в конструктор, в детский конструктор, в детский подростковый конструктор или взрослый конструктор какой-то. Вот в эту тему мы идём. для того, чтобы постоянно отформализовывать свои навыки и способности, которые у нас образуются, когда мы создаём какой-то конструктор. То есть, допустим, я формализую свою… То есть, мы формализуем не опыт и не знание. Это надо было написать мне… Опыт и знание нет. Есть такая тема… Видно, нет… Я тут потом напечатаю это покрасиво… Экспириенс… Экспириенс переводится как опыт… Опыт, который мы имеем в виду в нашей восточно-азиатской, европейской ментальности. Экспириенс. Мы опыт… Его связываем с прошлым… С прошлым пространством и временем трёхмерным, которым происходил личностный рост. И мы это прошлое… В нём накапливается наш опыт. Мы его там… С помощью традиционных знаний систематизируем и так далее. Вот это называется опыт. А экспириенс – это то, что происходит в настоящий момент. То есть, прямо сейчас. Вот это экспириенс. Вот этот экспириенс вам надо как-то формализовать в настоящий момент, чтобы из него не создавать опыт. Не занимать опыт. Почему у нас здесь будет проблема перехода из личностного роста в индивидуальное развитие? Потому что индивидуальное развитие происходит в настоящий момент. И времени… У вас ограниченное время называется дедлайн. Дедлайн. В бизнесе этот дедлайн называют дедлайн времени. Дедлайн выполнения задачи, достижения результата. Дедлайн. То есть, мёртвое время. Мёртвая линия такая, к которой ты подходишь и всё. И дальше ты уже закончилась, задачу не успел сделать, не решил линия мёртвая. Дедлайн. Дедлайн в американском менталитете – это такая повседневность. То есть, вы постоянно находитесь в индивидуальном развитии, и у вас постоянно ограниченное время. Ограниченное время в течение суток, скажем. Дедлайн. Поэтому вам необходимо увеличить ваше время. Чтобы оно увеличилось. Время в настоящий момент. Как оно можно увеличить? Просто элементарно мы можем раньше проснуться. То есть, проснуться не в семь, не в восемь дня уже. А вот утром. То есть, в четыре часа утра, в пять часов утра. И в американском менталитете образе жизни проснуться рано – это нормально. Потому что ограниченное время в течение дня надо успеть произвести действия, движения. И соединить их потом в деятельности. Вот этот день. Один день только. Один. Единственный день. Больше другого дня такого не будет. Вот в этот день необходимо конструкторское мышление применить. Инженерное мышление. Не хватит инженерному мышлению одного дня. Не хватит. Механическому мышлению тоже не хватит. Творческому мышлению. Тем более не хватит одного дня. Где там? Им надо огромное такое время, пространство, чтобы оно занимало. Это трехмерное пространство необходимо. А при индивидуальном мышлении дедлайн, ограниченный прорежуток времени, необходимо конструкторское мышление. И для этого у нас будут какие-то шаблоны применяться. То есть, шаблоны. Как мы сможем с помощью конструктора создать шаблоны. То есть, мы же видели, самолетик собирает шаблон. Какие-то простые действия. Треугольничек. Завернул треугольничек. Взял, сделал эти самые крылышки и полетел самолетик. Это шаблон. Таких шаблонов должно быть много у вас сделано своими руками. Много шаблонов. Потому что вам надо эти шаблоны применить во времени. Очень, понимаете, эффективно. Чтобы эффективно было. Чтобы вы не торопитесь никуда. Вы никуда не торопитесь во времени. Вы никуда не торопитесь. Вы делаете по шаблонам, по шагам в соответствии с вашим временем. Время находится внутри вас. Не то время, которое на часах. Время. Нет. Не то время. Совершенно. В этой ментальности индивидуально. У вас индивидуальное время. Индивидуальное время. Вы в этом времени шагаете по своим шаблонам, которые вы создадите с помощью конструктора. Конструкторского мышления. Хэнмэй. Это индивидуально. Я не могу вам сказать, что вам конкретно делать. Скажите нам, что делать. Нет. Тут нет такого вопроса. Что делать и кто виноват. В американском менталитете нет таких слов вообще. Что делать и кто виноват. Нет такого. Вы не спрашиваете ни у кого, что делать и кто виноват. Вы сами решаете хэнмэй. То есть вы когда делаете хэнмэй. То есть хэнмэй можно делать в рабочее время. То есть вы можете на работе ходить, на службе тоже заниматься хэдмэйом. Потому что вы много работаете. Начинаете в 6 утра работать и заканчиваете в 9 часов вечера работу. Кажете, какой мне хэдмэй, когда я буду заниматься. Соответственно, вы можете, когда вы такое движение создаете, вы будете находить эти возможности создания хэдмэя. Конструкторского мышления. Видите, он простое, легкое. Листики начать. Да, с самолетика можешь начать. Не вопрос. Поэтому, друзья, о чем сегодня мы говорим с вами. О том, что, как мы создаем пространство во времени. В котором мы его тут создали с помощью конструктора и полетел самолетик. Куда он полетел, это есть пространство. Другого пространства нет. Соответственно, мы с вами движемся и у нас происходит индивидуальное развитие нашего мозга. Что мы делаем в этой задачи? Какую мы с вами решаем? Мы решаем задачу, что наш мозг, непосредственно мозг, работает в настоящий момент времени. Вот прямо сейчас работает. То есть, все его ресурсы направлены на настоящий момент. То есть, отсутствие опыта. Отсутствие опыта. Это что такое опыта? Опыт занимает огромные ресурсы нашего мозга. То есть, мозг обращается к опыту, запрашивает опыта, к знаниям. Опять же, говорит, а ты знаешь и спрашивает там внутри. Понимаете? Нет, ты говоришь, а я забыл, я не знаю и так далее. То есть, когда нет такого состояния опыта и знания, ресурсов мозга направлены всем в настоящий момент. И когда нет, тем более, у нас ваше трехмерное пространство, опять ресурсы мозга у вас освобождаются. Соответственно, когда вы задаете задание такому мозгу сделать в промежуток времени короткий. Делать простую задачу. Ставить простую задачу. Легкую. Соответственно, мозгу это приятно. Получите результат. Вот он самолетик полетел. Вот промежуток времени короткий. И он полетел самолетик. Поэтому, друзья, мы сегодня говорили о чем? О хэдмэйе. Где написано? Хэдмэй, да. Как хэдмэй? Конструкторское мышление. Осводить ресурсы нашего мозга из-за отсутствия опыта и знаний. О нас наличие экспириенса. То есть, я вам демонстрирую свой экспириенс в настоящий момент. Вот это мой экспириенс. Я его формализую. Как я его формализую? Я пишу книгу. Книгу называется «Американский менталитет». Если будет интересно, почитайте. Я сейчас где-то ссылочку поставлю на ресурс. Там есть ресурсы такие, куда можно публиковать рукописи. И читать там, как бы, свободно читать. Без скачивания читать – не проблема. Почитайте там. То есть, я формализовал таким образом свой экспириенс. То есть, в настоящий момент. И вы также можете делать. Вы также можете делать. Вы можете делать хэдмейк какой-то. Смотреть, показывать другим. И продавать свой хэдмейт. Соответственно, ваш мозг мотивируется. Он говорит «Да, Ляля. Ляля молодец. Сделал. Получил что-то вкусненькое для мозга». И так далее. И так далее. Спасибо, друзья, вам за внимание. С вами был Виталий. Так, пишите какие-то вопросы. Если вопросы есть по поводу тематики. Видеоролики неплохо заходят. И надо их рекламировать, наверное, как-то. Ну ладно, друзья. Всем пока.